Прямо здесь, на территории Кремля и Соборного парка, как известно, много веков назад стоял древний город Переславль-Рязанский. Поэтому каждый сантиметр земли скрывает следы ушедшего в туман веков поселения. А современные археологи стараются собрать по крупицам и создают шаг за шагом карту исторических находок, наполняют современную Рязань историческим духом. В 2005 году нами выявлено захоронение 12-13 столетий представительницы древнего славянского племени Вятичей, которые обнаружили по зданиям современной кремлевской стоматологии. То есть территория, которая сейчас нами осмотрена, вполне также могла относиться к древнему курганному могильнику, стоявшему около городской крепости, около Рязанского Кремля. Недавняя находка здесь, возле здания бывшей гауптвахты в соборном парке, человеческая кость. Возможно, также часть древнего захоронения. И вот по обнаружению отдельных костей человеческих скелетов нам удается определить, на каких участках города Рязани, древнего Переславля-Рязанского, располагались эти некрополи. Останки людей, которые здесь были захоронены, будут аккуратно извлечены, исследованы. Будет получена о них научная информация, введена в общественное информационное поле, дополнит историю нашего города. А не будет лежать вот так, к сожалению, просто под ногами в отвалах, не будет вывезено, засыпано. И фактически, увы, для науки, для общества будет уничтожено. Здесь же обнаружен этот кусок глиняного сосуда. На него, возможно, никто и не обратил бы даже внимания. А возраст этого черепка, между прочим, ни много ни мало, почти 900 лет. И только задумайтесь, 9 веков назад наш древний предок готовил в этом сосуде пищу. Как вы можете видеть, это крупный фрагмент верхней части глиняного сосуда, украшенный многочастным линейным орнаментом. Инструмент много раз проводился по поверхности еще не обожженного горшка. Судя по форме этого сосуда, археологи определяют его датировку. Служит для приготовления пищи. Об этом говорит характерный нагар. Конечно, скептики этим находкам могут улыбнуться. Мол, в сравнении с обнаруженным в 2005 году поблизости женским захоронением или же с находками на территории городища Старая Рязань, это не то же самое. И будут неправы. Эти маленькие следы, словно тонкие ниточки из глубины веков, связывающие нас с нашими корнями. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».